добрый день канал где ты класс с вами андрей щетников и мы продолжаем разговор о магнитном поле создаваемым цилиндрическим постоянным магнитом начатые в ролике куда исчезло магнитное поле вот на него ссылка вы можете посмотреть или пересмотреть значит но под этим роликом у нас возник содержательный разговор и было предложено мне объяснить как бы некоторые формулы которые позволяют рассчитывать такое поле на оси магнита ну теперь я скажу следующее что для такого расчета мы можем воспользоваться двумя разными моделями первая модель это когда постоянный магнит как я изобразил вот здесь намотав трубку на банку заменяется катушкой с проводом по которой течет ток намотанной по периметру этого по поверхности этого магнита а вторая модель это модель предложенная когда-то пуассоном когда магнит заменяется двумя плоскостями с фиктивными пуассон еще не знал что они фиктивные магнитными зарядами положительными и отрицательными и об этих двух моделях у нас тоже ушла уже шла речь в ролике как же он назывался почему магнитное поле назвали магнитной индукцией и мы с вами сейчас воспользуемся вот этой второй моделью хотя магнитных зарядов в природе и нет но фиктивные магнитные заряды позволят нам нарисовать удобную картинку и изобразить удобную формулу ну и вот я изобразил здесь наш постоянный магнит нам надо найти магнитное поле в точке а на его оси и я сделал такое построение с точки а с вершиной в этой точке построил конус опирающийся на заднее основание магнита и этот конус на передней стороне вырезал вот такой круг ну а снаружи осталось кольцо соответственно и я утверждаю что поскольку плотности фиктивных зарядов на задней и на передней стенке одинаковы то создаваемые вот этими двумя кругами поля в а они по величине в точности равны ну а раз заряды противоположны то эти поля компенсируют друг друга ну в самом деле площади кругов пропорциональны квадрату расстояния от точки а а создаваемые зарядами эти кругов точки а поля обратно пропорциональный квадрат расстояния по закону кулона ну а стало быть поля действительно равны компенсируют друг друга и получается что поле в точке а создается зарядами лежащими во внешнем кольце на передней стенке остальные заряды можно не учитывать ну и я сделал еще следующий шаг взял и из точки а построил второй конус который опирается на передние по отношению к точке а основание нашего магнита ну а дальше надо посчитать какое по как бы надо порезать на тонкие колечки вот это кольцо на узкие колечки найти поле создаваемые в точке а каждым таким узким колечком и проинтегрировать как нас учили на первом курсе или на втором вот я не буду этого проделывать если вы проделаете эту процедуру то получите вот такой ответ на я правда тут все свел уже снова к характеристики магнита исходной б значит поле созданное в точке а равно первое равно значит этой самой остаточной магнитной индукции b0 характеристики материала намагниченного и умножить на вот такой множитель здесь стоит косинус угла бета угол бета меньше соответственно косинус его больше минус косинус угла альфа поделить пополам ну можно эту формулу попроверять на разных предельных случаях и она между прочим и будет работать и для соленоида и точки находящейся внутри соленоида они снаружи него как здесь изображено вот и я по этой формуле посчитал для нашего цилиндрического магнита значит его если допустить что его остаточная магнитная индукция составляет одну целых три десятых теслы то тогда при подсчете по этой формула формуле оказывается что магнитное поле на оси на поверхности составляет 0 целых сорок две сотых теслы то уже в три раза меньше а магнитное поле которое мы измеряем датчиком в четырех миллиметрах от поверхности на оси составляет 0 17 тесла тот самый результат который мы намерили в нашем предыдущем фильме ну собственно все задавайте ваши вопросы пишите комментарии и спасибо большое всем кто своими содержательными комментариями подвигает нас на то чтобы объяснить еще что-нибудь до новых встреч